Здравствуйте! Познакомьтесь, это моя маминка, ее зовут Наташа. Мы будем видеть ее сегодня на протяжении всего влога. Я мать, и я умею танцевать. Куда мы идем? Идем прямо. Конечно же, мы идем через мост. Да, зарядка с самого утра. У нас сегодня турпоход, поэтому мы решили с самого дома идти слишком. Сегодня, если что, воскресенье. Мы проснулись в воскресенье в 6 утра. Такими путями мы идем. Перез железную дорогу. Вот, это наш второй мост в Бендерах. Мы записываем наши кроссовки до. Посмотрим, что дальше будет. Туман и солнце. День чудесный. А, уже не дремлешь, друг релесный. Очнись, красавица. Что там дальше, я не помню. Что они повторяли и не помним. Иди сюда. Нет. Попрыгунчик. Конечно, нет. Ты такой попрошайка. Так, маршрутка нас уже поджидает вот там за углом. Ты нас провожаешь? Заходите. Здравствуйте. Доброе утро. На фоне кинотеатра. Знаешь, что этот кинотеатр строили пленные немцы? Наш перекус. Кофе. Этот беляш. У нас 15 минут на то, чтобы мы покушали, попили кофе, сходили в туалет и едем дальше. Да. Мы составили заранее маршрут. Что мы будем проходить, как останавливаемся, куда идем. Пью кофе Глиссе. Припыльку, правда. Ну, ничего, нормально. Леди, там даже... Там даже... Вон, где вот та часовинка, прямо под ней, вот эта подземная церковь скальная. Там, когда-то был скальный пастырь. Вот видите, даже отсюда, если посмотреть, на этой дырной скале. Нам показали красивый вид и сказали, куда мы пойдем. Мы остановились возле музея. Мы сейчас пойдем посмотреть музей археологии и этнографии. Все то, что находилось здесь на территории Старого Архея. Потом мы пойдем в Штольни. Еще здесь можно сходить в туалет. И есть вот такие просто беседочки, где можно посидеть, отдохнуть. Или после, или перед. Куда мы идем сейчас? Идем в музей. Сколько стоит билет? 10 лео. Да? Да, 10 лео. И арка красивая. Мама говорит, нам нужно такое домой. Давай меня сфотографируй за впечатлением вот в этих розочках. Кто хочет по бартеру установить вот такие арки нам домой? Совсем за минимальную плату. За улыбку и счастье побывать у нас в гостях. Пока все ходят там по своим туалетным делам. Мы уже идем, мы заплатили. Это отель написано. Заходим. Привет! Вот мы вот такие вот и покупали. У нас до сих пор дома стоят колокольчики. Они сплетены из талухи, не шелухи. Листьев кукурузы. Вот. Здесь расположены разные артефакты с тех времен. Все, что нашли на территории Старого Арка. Ну, ребят, вы чего? Я понимаю, что жарко. Но не надо так вот лежать без дела. Вот здесь еще такая инсталляция. Вот как оно тут уместилось? Как ты стоишь? Так интересно. Похоже на кораблик. Ой, да. Наши кроссовки еще живые, но я показываю дорогу, которую совсем недавно сделала. Совсем не то. 12 лет назад, когда мы тут были, нам экскурсовод рассказывал, что здесь специально такое место. Здесь были как поселения. Из-за того, что много вокруг холмов, нельзя было подступиться сюда. Вот со всех сторон, получается. Что здесь холмы, здесь со всех сторон. А здесь интересно то, что один ярус, и вот здесь второй ярус, и там Реут. Да, тут поселение было, потому что как бы и вода, получается, есть, и в низине тишина ветра, ничего не сдували. И что-то я еще не помню, но можно почитать. Как сказать, что это туристическое место? Здесь, конечно же, продают сладкую вату и попкорн. И мы подходим вот к кресту, вот впереди крест, который славится по всей Молдове, как крест исполнения желаний. И вот что-то такое. То есть нужно подойти к нему и обтереться вокруг этого креста. Или три раза обойти, что-то типа такого. Но у каждого, у каждого мы поверим. Вот про что мы говорим, что вот поставили здесь перила, и все люди любят фоткаться на обрыве, а здесь вот поставили перила, и как бы уже не так прикольно. Но мы все равно прикол славим, сейчас будем возле креста тереться. Вот это вот хотя бы дорожку сохранили, вот эту камня, и тоже уже как бы чуть-чуть вот это природное еще что-то осталось, если бы не вот эти перила. Хотя здесь у вас не так уж нет такого. Такого еще не было два года назад точно, наверное, в этом году сделали. Весь этот известняк, это было бывшее море, говорит. Вот мы подходим уже к скальному монастырю, который идет внизу в скалы, и там сидит один очень старенький монах. Он всегда там находится, и мы можем выйти как раз-таки в это ущелье, в выход. На реку Реут будем смотреть. На какую реку? На Реут. Реут, правильно. Вот это колокольня видна. Вот это крест, это визитная карточка старого архея, он обладает волшебными свойствами. Если взяться за него рукой и обойти вокруг него три раза, загадать желание, то нифига не произойдет. Тут вот этот вот символичный цветок еще. Вот цветок, получается, как жизни, как что-то славянское, даже что-то присутствует в этом. Обнимемся. Я загадываю все желания. Вот встань на этот. Вообще просто так. Такое межное. Главное, зачем приехали, сделали, желания загадали, можно и скальный монастырь, как говорится. Он находится прямо внизу, вот там нужно спуститься. Нужно быть очень осторожным, потому что тут мелкие камушки и можно ускользнуть. Да, хотя вот тут вот осталось все. Вот если не смотреть туда вперед, то тут как природное, вот как оно было все. Ну, с окрасовками уже людьми. У нас экипировка, нужно, чтобы была закрыта голова и плечи, и ноги, как бы коленки закрыты, как будто юбка. Вот так вот, наверное. Вот так вот. Я не знаю, как я выгляжу, но мне, честно говоря, все равно. Вот так. Прохладно. Прохладно. И посмотрим. Скальный прямо со всех сторон, как подвальное помещение. О, пахнет ладаном. Так, икона нас встречает. Тут уже успели снять перила? Вот они были. Вот здесь люди ставят свои копеечки и записочки, и оставляют желание. Посмотрите, сколько-сколько места. Ну, мы не исключение, ставим копеечку и загадываем желание. Счастливого пути. Да, возвращайся назад. Юрий, зачем вы снимаете на квадрокоптер? Это просто наслаждение. Когда ты создаешь какие-то видеоролики, видеоклипы, ты... Творческий процесс? Да, творческий сам, творческий процесс приносит удовольствие. Насколько? Как далеко может полететь? Ну, желательно, чтобы не было никаких препятствий в виде холмов в поле зрения. Но он не мощный. Это слабенький пульт. Есть пульты с антеннами по массе. В стальном монастыре, в кельях, где заходили монахи и оставались тут на долгое время. Как аскезу брали? Как брали аскезу. Идешь, когда... Поверят, что ты когда идешь к чему-то, ты как-то наклонно кланяешься, да? С преклонением. Поэтому вот такая небольшая высота потолков. Потому что желание, или как аскеза, оно должно быть в преклонении к Богу. Ну, так считалось. И посмотрите, это нет ни Швейцария, нет ничего такого. Это Молдова. Уходим, как будто мы очень верующие люди. Это, по-моему, мужская монастырь. О, тут можно попить водицы живой. Вот. Церквишечка такая. Там еще магазинчик. Здесь вот такие клумбочки красивые. Иисус крестик стоит. Что, мама, будем пить святую воду? Конечно. Ты не боишься преисполниться? Я даже ничего не боюсь. Я даже боюсь, что я не наполнюсь. Нет, вы просто... Идти можно. Просто страшно, что там уже обрыв. У меня тут 70 лет на крюсионерке недавно. Пока живо. Потому что у нас очень маленькие камушки и рыхлые. Да, но кроссовки у нас еще чистые. Лиси, разбегайтесь, я иду. Наступил в навоз. Это знак. Будет много денег, да. Мы поднимаемся в штальню. Я самая последняя, потому что я трогала корову. Вот что они... Тоже... Ух ты! А как хорошо тут прохладно! Я бы тут жила. Чистая, столько комнат. Сей монастырь... Монастыр... Раб божий босий... Паркалап Архея. Видите, она читается очень свободно. Здесь на Романской написано. Вот это красотища! Ой, и там что-то есть. А, нет, ничего. Тресина, паучки. Но ничего больше нет. Так, ничего нет. И там... О, тут икона. Привет, Иисус! Я скажу, что я прикоснулась к истории. Я обняла историю многовековую. Как на вкус? Исторически. Это прямо как вход в пещеру. Как бы... Как welcome, добро пожаловать. Что-то такое. Еще примерно в таких пещерах жили неандертальцы, потому что они не углублялись непосредственно туда, в пещеру. И вот они жили в таких небольших комнатках, где был даже туалет. Углубления были, которые вот как бы стоком сливали все в Днестр. Вот такая пещера. А это что такое, скажете вы? А я не знаю. Это тоже комната? Как ты спустишься? Анатолия Ивановна уже встречает вас внизу. Ура! По тем же местам, по тем же кругам. Последний рыбок. О, мама! Кто-то готовит шашлык. И так вкусно пахнет. Мы уже добрались. Такой вид красивый. Вот новая штольня. Здесь интересные такие граффити. И вот это вот спилы. То есть это штольня, где добывали известняк. Очень красивый вид, конечно же, открывается, потому что мы поднялись наверх. Про славу. Мне не нравится вот эта вот живописная современность на стенах. Но вид amazing. Так, сидите, смотрите. Идем со мной, будешь посмотреть на красоту. Пошли. Мы обогнули, вон там вот церковь. Мы обогнули вот так вот все, даже больше. И через этот мостик уже наш автобус. Это купол естественного происхождения. Или вот то, на чем мы сейчас стоим, это то, что упало с потолка. То есть в теории может еще упасть. Еще как! Вот отсюда упала вот эта вот глыба. Как говорит Юра, естественного происхождения. Вот там срубы, а вот эта вот упала с потолка. Ровный прямо даже получается, да? На часах всего 14.26. А мы обошли все. Почти. Ну, остался пикник. Но виды... Ракета-пушка-петарга. По кочкам, по кочкам, по маленьким пенечкам в ямку. Хабиби, come to Dubai, come to Dubai. Хабиби, come to Moldova. Come to Moldova. У нас привал. Мама готовит нам, как настоящий Борис, кофе. Сахаром? Сахаром. Один, два. И у нас тут банница. А тут пустая бутылка от воды. Мы пришли на усадьбу Карабет Балиоз. Мы уговорили Юру сюда приехать, даже после всей программы, то, что мы выполнили. Вот наш вход. Она очень большая. Территория просто нереально огромная. Выглядит как какой-то заповедник в стране. Как заповедник? Какой-то заповедник, да, как будто. Ну, на самом деле, мы походим по кругу и посмотрим. Нормально. Есть вероятность, что там открыто внутри. Бежим, бежим. Ну, симпатично. Вот такой дом. Мама, кем был этот Балиоз? Сусадь был Балиоз. Кем он был? Не знаю, ключником, что ли? Сейчас, подождите. Давайте сейчас будет проще. Кто он был? Ключник, скажи. Карабет Балиоз, он был ключником. То есть, по-нашему, с завхозом. У крупного российского чиновника. Вот сейчас мы с вами посмотрим, как же вы жили завхозы в конце 19 века. А он был завхоз кого? Манагубеев, да? Я не ошибаюсь, но я могу ошибаться. Это постройка 1871 или 22 года. Все хорошо сохранилось. Это специально для нас. Вот кто-то здесь стоял и курил табак за углом. Вот такие дверцы. Так бы туда зайти и на бал. Это, наверное, жилой дом. А то вот... Или здесь обслуга жила. Ромашка для Наташки. Ура! Ням-ням-ням-ням. Давай. Любит, ну любит. Любит, ну любит. Любит, ну любит. Любит, любит, любит. Любит, любит, любит. Любит, любит. Любит. Что мы нашли, Наташа? Это что такое? Это что-то зеленое. Ее так много. Ой, выпустили ее. Все. Вот это очень сладкое. Только отпусти контроль. Она уже везде найдет, что похавать. Все, да. Сережки. Смотри, какие у меня сережки. Впрочем, мы наелись этих вот. Мы пришли по тропинке и нашли вот это. Вот это значит оторваться от людей. Ну, удивительно. Удивительно красиво. И нас сюда не привели, а мы сами дошли. Очень красиво. Да, здесь и крыша такая уже из новинки. Вот этот забор, вот, кстати, эта дорога, как мы... Вот мы это все объезжали. Ну, да. Окна из новых, они, видимо, реставрируют. Крыша новенькая. Вот так вот мы идем по этой аллее. Где-то парочками в саду ходили. Парочка. И камушки так выложены. Посмотри, какие стали. Да, еще от тех времен. Симпатично, романтично. Спасибо Балиот, что мы поели и черешню, и землянику. И вишню, и белую черешню. Еще нам сейчас экскурсию приведут. Вообще будет идеально. Мы нагулялись, теперь заходим внутрь. Ух ты. Здравствуйте. Опа. Здравствуйте, господа. Что у нас сегодня на чай? Кофе не пить. Чай можно? Только чай. Добро пожаловать в усадь Бабриоза. Это памятник архитектуры второй половины 19 века. Я занимаюсь изучением истории этой семьи почти четверть века. 24 года. И за много-много-много лет мне все не удавалось найти. Ни одного фута, никого из мужчин и семьи. Что нам рассказали, Юрий? Рассказали, что мошенники попался на мошенников в эту усадьбу и отжали средства. В 2006 году, да. Из плохого сделала душу худшую. Не такое, как все было. Да. Немножко. Вообще реконструкция, это специфика своя. Жили они более-менее нормально до 2006 года. В 2006 году они заключили не очень хороший контракт, где здесь все разворовали. И только в 2013 году они отсудили назад это здание и начали реставрировать нормально. И только с какого-то с октября 2023 года открыли вот тут два зала всего. Два зала, потому что нету средств, чтобы открыть все девять. Там всего девять комнат. Захотела искупаться? Я тебя отговариваю. Мы уже приехали в Бендеры. И сейчас я буду спрашивать, мамика, топ-5, что тебе понравилось с этой поездки? Первое. Питвис-программа. Такая нелегенькая. Такая по камушкам наверх, потом по камушкам вниз, потом суда-сюда. Два. Холодная вода в роднике. Три. Это было перед этим. Могло бы быть два. Красивый скальный монастырь. И выход из него на реку Реут. Очень обалденно. Это даже все. Все, что можно. Так, четыре. Хорошее настроение, конечно. Эмоции. И пять. Прекрасная погода. И мы чуть-чуть даже загорели. Словили витамины, да. Так, что мне понравилось? Первое. То, что записала влог и то, что было очень комфортно. Два. То, что у нас была довольно приятная компания. Можно было вести и дурачиться, и все, что делать, все, что хочешь. Три. Конечно же, скальный монастырь. Это топ всего. И виды, которые открывались. Четыре. Это штольни и вот эти пещеры. И то, что мы лазили вверх-вниз. Очень понравилось. И пять. Пять – это холодная водичка в роднике. И пять – это еще то, что мы зашли... Пять – это то, что мы зашли в усадьбу. И то, что там было волшебное место. И то, что там нам дали экскурсию. И то, что мы загадали желание. И вообще рекомендацион. Дай пять. Нет, давай пять. Давай пять. See you in the next vlog. Субтитры сделал DimaTorzok